Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь продолжить серию блюд в горшочках. Цать лет назад, когда мы с Наглядной только-только поженились, ее бабушка подарила нам книгу Похлебкина «Национальной кухни наших народов». Я к тому времени уже интересовался кулинарией, и эта книга меня буквально поразила. Это был не какой-то банальный сборник рецептов. Нет, там сначала давался такой обзор национальных особенностей конкретной кухни, а затем на примере какого-то блюда или группы блюд разбирались технологии приготовления. И только затем уже в качестве примера давались несколько разновидностей вот этой группы блюд, несколько рецептов. Да, позже, когда я более углубленно изучал кулинарию, я сталкивался с тем, что Похлебкина встречаются и откровенные неточности, и даже ошибки, но, тем не менее, до сих пор эта книга и этот автор вызывают меня глубочайшее уважение. Чтобы не быть голословным, маленький пример. Похлебкин в своей книге дает, как он говорит, полное номинование супа харчо «зарсис» «харши» «харшот» и переводит его «говяжье мясо для харчо». И на этом основании он утверждает, что харчо готовится только из говядины, чем откровенно смешит этнических грузин, потому что говяжье мясо для харчо не означает, что харчо готовится только из говяжьего мяса. Ну, так же, как клубника для варенья не означает, что варенье готовится только из клубники, Потому что может быть и вишня для варенья, также и харчо, баранина для харчо тоже может быть. Ну да бог не с клубникой и харчо. Есть в той книге блюдо латырской кухни. Не помню сейчас как называется, короче там рыба запеченная в омлете, будем так говорить. Я его готовил пару раз и оно мне показалось пресноватым. Я мало-помалу добавляю ингредиенты, изменяю немножко технологию, настроил его под свой вкус. И вот сегодня все я покажу. Исторически для того рецепта требовалось щука, молоко, яйца, немного муки, зеленый лук и петрушка. Я же буду использовать филе семги, филе трески, филе окуня, сметану, муку, петрушку, лук, лук репчатый, яйца, сливочное масло. Ну и соль, перец понятно. Сразу замечу, что семгу использовать не обязательно. Но чем больше разных видов рыбы вы соберете в своем горшочке, тем результат будет вкуснее. Поехали! Первое и основное отличие. В оригинальном рецепте рыба, натертая смесью соли и петрушки, просто заливалась смесью яиц и молока и отправлялась в духовку. Но щука сама по себе не яркая по вкусу, так что мне захотелось добавить красок по вкусовую гамму. И я начал добавлять хорошо обжаренный лук. Он дает сладость. Обжаривать его надо до румяности. На сливочном масле. Оно тоже добавит сладости. А лука чем больше, тем лучше. Обжаривать он довольно долго, поэтому я пока займусь заправкой для рыбы. Петрушку надо нарубить как можно мельче. А теперь рыба. Мне нравится резать кусочками примерно с грецкий орех. Сразу же можно рыбу и посолить по вашему вкусу. И не забывайте про лук. Да, а ему еще жарится и жарится. Ладно, кроме того напоминаю, лук зеленый. И сметанно-яичная болтушка. Ну, собственно, можно все собирать в кучу. В горшочек отправляется довольно много лука. От сладкого. Туда же рыба. И слои надо сдобрить зеленым луком. И перцем, конечно. Можно использовать черный горошек, а можно белый. И теперь болтушка. Все, и теперь отправляю в печь. Температура 180-190, время минут 30-40. Время приготовления зависит от реальной температуры в духовке и от размера горшочка. И вот этот момент, замена молока, который в оригинальном рецепте на сметану, тоже добавляет яркости во вкусе этому блюду. И оно из достаточно такого бледного, северного становится таким нарядным. Да, на гарнир к нему мне нравится приготовить картошку. Ну, что я и сделаю? Ждем. Можно отрезкать. Начну я с рыбки. Так, а вот он, омлетик. Ну, и вот рыба. Рыба. Здесь у меня и кусочек окуня, и, судя по цвету, кусочек семги. По сути, да, просто рыба запеченная в омлете. Но за счет горшочка, за счет того, что он томился в собственном соку, и влагу не теряло, вкус очень тонкий и классный. К сметане у меня претензий нет. Все с ней нормально. Но я бы посоветовал, если вы сможете найти у себя, использовать не сметану, а греческий йогурт, не сладкий. У него больше кислинка, больше яркость. И мне кажется, это более подходящий такой молочный продукт к такому блюду, нежели просто сметану. Ну, и со сметаной тоже очень даже хорошо. Так, что мне еще удачить? Ну, ладно, все это я буду доедать уже за кадром. Это я не могу удержаться все-таки и утащу, извините. Не жалейте петрушки, не жалейте лука, не жалейте жареного лука. Он дает такую сладость классную, в самом низу. И вам это дело понравится очень. Не обязательно варить картошку в мудирах, можно приготовить пюре, можно ее почищенную отварить, либо вообще какой-нибудь другой гарнир придумать. Ну, это классно. Короче, готовьте, присоединяйтесь и постарайтесь понять латышскую кухню. Спасибо. Секундочку. Спасибо, конечно, за компанию, но напоминаю, что спонсор выпуска у нас Самура. Напоминаю, что если вы соберетесь обновить парк ножей, то промокод ФРЕСК позволит вам на этом деле хорошо сэкономить. Сайты Самуру, Самуру.орг. Вливайтесь. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok